Здравствуйте, это 100 вопросов об ICO за одну минуту с Владимиром Поповым. Владимир, сколько человек нужно для проведения ICO? На самом деле, как это будет ни странно, но хотя бы один человек с одной здоровой идеей. В частности, сейчас появляется очень много платформ, где можно сделать мини-ICO под какую-то мини-идею. Но если мы говорим о чем-то более серьезном, то, конечно же, у вас должен быть человек, который занимается непосредственно организацией, один человек, который занимается in-house маркетингом, один человек, который занимается in-house разработкой, и как минимум еще один человек, который занимается экономикой и legal частью. Если у вас есть больше людей, соответственно, вы будете выигрывать. Выигрывают в первую очередь те проекты, у которых закрыт либо хорошо маркетинг, либо закрыта хорошо техническая составляющая. Во всех остальных случаях нужно привлекать консультантов, в этом нет ничего зазорного, но это совершенно другая стратегия игры. Ответы на следующие вопросы смотрите в следующих выпусках.